Туалеты на улице, холод и запах, который пробирает нос вопреки самому страшному насморку. Только в Сырокском районе с этим сталкивается каждый седьмой школьник и почти пятая часть всех учебных заведений. Более одной тысячи детей не имеют доступа к внутреннему туалету. Одна из таких школ – бывший лицей в селе Кайнари-Вик, где сегодня учатся 180 детей. Акаса по-тспарманили, есть лабору, персонализат, но азыча требует с ма дуг и дупо азыча консервецалуме, с азыча дезинфектант. Акаса е много мая холода и азыча требует са е ускурта, аж ива пиминяка, с не ухит, азыча иарна, в кондициите, са ду ма реаля. В первом и первом раме е много времени, в неделю, пособи, даже когда ты дуешь на ураль, на висеу, ты треешь много времени, это не комфортаб. Ярна очень тяжелая, потому что есть удобно, есть холодная, и нужно с ним бракать. В учебном учреждении есть место для санитарного блока, однако если будут найдены средства на создание санузлов, их содержание обойдется слишком дорого. Проработав буквально полгода из-за плохого состояния очистных сооружений, четыре санитарных блока буквально прекратили свое существование. На дверях появился замок. И уже почти 40 лет школьники ходят в туалет на улице. Из 40 школ Сорокского района в 9 туалеты все еще на улице. На строительство санитарного блока в одном учреждении необходимо около 700-800 тысяч лев. В этих местах есть проблемы с обеспечением водой, и у него проблемы с спасти, потому что мы не имеем в плане санитарного блока. Эти работы в таком случае очень качественные, в основном, в основном, в основном, в основном, в основном, мы в основном, в основном, что мы делаем деньги, В противоположной ситуации в лице имени Дмитрия Кантемира в Бельцах. Здесь подходит к концу капитальный ремонт, финансируемый Европейским Союзом. Работы стоили 1 миллион евро и длились почти два года. В рамках проекта по повышению энергоэффективности была отремонтирована крыша. Изолированы стены здания, заменены окна. Восстановлена система отопления, отремонтированы санитарные помещения. Улучшенные условия получили более 900 учеников, 80 педагогов и вспомогательного персонала. У нас поменяли окна, они стали шире, и пропускная способность света увеличилась таким образом. Поменяли свет стен, они теперь отражают свет, что тоже помогает, повышает эффективность освещения. Отопление, у нас теперь тепло в школе. Утеплили стены также. Раньше мы сидели, так сказать, в потемках, а сейчас из-за новых LED-ламп стало много светлее. Стало легче дышать, и так лучше знания обрабатываются. Кулер, например, в прошлом году, с горячей водой, мы не могли его включить, потому что была проводка советская, старая. А сейчас поменяли, и мы спокойно пьем чай, кофе на переменах. Родители и учителя благодарны руководству учебного заведения и спонсорам. Они рады, что занятия в куртках и при напряжении глаз остались в прошлом. Я являюсь и преподавателем, и родителем. Моя дочка является ученицей 12 класса, и, конечно, мы видим эти колоссальные изменения. У нас раньше были шторы в каждом классе, на данный момент жалюзи. То есть мы сами себе регулируем светлее, темнее, свет уже не так часто включаем. То есть с этой стороны тоже очень большой плюс. Сначала я была ученицей, я потом стала мамой учеников двух. И видела все этапы развития этого проекта. Благодарность неимоверная. Мы сидели в куртках период, наши дети тоже сидели в куртках. И сейчас этого нет. Скоро будет готова кухня, и дети смогут питаться в школе. Она будет оборудована современной техникой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... есть электричество, есть электричество, и вы видите, что есть установлен системы вентиляции, который нам позволит им иметь теплый и чистый воздух. И дети могут взять холодную массу в лечении. Теперь мы ждем, чтобы мы дадим меси для бухгалтерии, и счастлива для нужных кормов. Стоимость проекта составит 1 миллион евро. Из которых 7 тысяч евро вклад местных властей. После начала работы количество учеников резко возросло. Мы не имели никакой необходимости сделать меси прескрутой. Температура в инкопире была 18-19 градусов, даже 20 градусов, нефиинт конектат лагенту термик. и окружающей среды. При финансовой поддержке Министерства экономического сотрудничества и развития. Продолжение следует... Продолжение следует...